кто и сегодня отгадайте шикарном прикиде рабоче-заводского класса в ритузах в ритузах в рубашке на выпуск немного неряшлив хотел пахнуть еще автосмазкой но не нашел такую хотел выдержки побрызгаться на думы слишком воняет девушка может уйти короче сегодня я владелец мастерских и автомеханик соответственно позвал барышню на свидание что я буду с ней делать я буду играть с ней в поле чудес предлагаю вам тысячу рублей и откройте ваш ящик черный буду звонить алло катерина а вы уже подходит это это евгений да привет а ты уже подходишь привет а белый белый рено без сюда стекла грязные просто до стекла грязные меня не видно надо быть машину чаще надо мыть машину чаще 0 на свидание приезжать на чистый наш привет рад тебя видеть привет ну хорошо готов да я смотрю на тебя ты хорошо выглядишь серьезно я серьезно так оделся отчури накадился это не треники это ритузы в ресторан до собирались ну смотри сейчас я расскажу про это просто я с работой вот а я же тебе сказал да ну просто видишь ты таки чем занимаешься я тут нас машин машины копаюсь и нахожусь в гаражах понимаю меня пригласила на свидание что я тоже была с работы я я хорошо выгляжу это тоже классно но можешь собирать с тобой все таки ресторан и мне между прочим не забудь уже 40 лет итак мы вышли на улице с одним единственным вопросом какой таксопарк в россии вы считаете самым лучшим послушаем что отвечали люди такси хайп 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 лучше ну что ж все говорит само за себя почему же люди так думают все очень просто помимо того что мы подключаем всю россию у нас есть моментальные выплаты заправки с таксометра и так далее у нас есть одно условие которого нет нигде мы подберем процент по нашей с вами работе исключительно под вас да да он будет индивидуальным под вас вы просто звоните или пишите в ватсап номер которого вы увидите в описании и наши специалисты подберут условия подходящие именно для тебя все очень просто подключайся в парк такси хайп и будет тебе счастье куча бабла и много-много позитива удачи нет я наверное просто забыл написать как я забыл подписать что выгляжу на 25 ну может на 30 я же молода выгляжу ну 40 лет да на самом деле 40 лет ну главное какой же ты в душе правильная зато фотографии мои узнаешь могли бы быть не мои фотографии да а фотографии то мои все-таки ты же внешность оценила поэтому как разница сколько мне лет я еще в форме на самом деле я еще не задыхаюсь если я делаю какие-то движения там всякие не задыхать но долго не могу взять как в том анекдоте будет расскажите сколько вы занимаетесь сексом по времени 2 часа 42 минуты а расскажите весь процесс пожалуйста но я два часа жду когда встанет две минуты трахаюсь и 40 минут лежу без сознания к чему я это смотри ты по поводу ресторан и всего остального вот катерин будут буду честен с тобой вот максимально участие времени вообще ни на что нет семейная жизнь вот правда пока что не для меня мне нужно заниматься вот бизнесом значит поднимать на ноги и так скажем свое предприятие поэтому у меня общение с женщинами отнимает очень много времени и всегда вот честно с майда к чему и чем чему я клоню я не первый раз и вот честно иду на свидание через нас одинаково сотни первый раз был там уже 202 миллиона тысяч раз и с 90 процентной вот вероятностью они все происходят по одному и тому же сценарий но если совсем у нас там нет такого знаю что мы увидели там типа там типа я фотография была у нас сейчас такого не произошло правильно сценарий примерно один всегда мы идем в ресторан я смешно шучу как между прочим как на концерте какого-нибудь стендапера знаменитого понимаешь там все все смеются за это кстати денег не беру там сами смеются на этом значит на на этом свидании старание мы все поржали потом мы идем в клуб какой-нибудь или кальян потом у нас там какие-то вот эти вот все там обжимки прижимки пейтинг прелюдии все остальное потом у нас ой там а я а я хотела бы там никогда не пила там какой шампанское или мне нужны новый чехол для телефона вдруг неожиданно выяснять я его покупаю в итоге все равно мы оказываемся в отеле у нас секс не всегда прямо огонь потому что очень устаешь за это время ресторан обожрался кальян этого курился ну что тебе наверно 40 лет вот именно поэтому ты устаешь возможно но здесь же все таки я нахожусь поэтому мы от меня тоже отталкиваться должны короче нет подожди ты еще ничего чаще не сказал ты не согласна на что смотреть я просто не согласна то что все свидания по одному сценарию у меня у меня у тебя то может быть у меня по этому сценарию понимаешь происходит я не знаю может быть я так притягиваю людей суть не в этом я еще раз тигру основной основная позиция в том что это отнимает очень много энергии сил и поэтому я хочу быть с тобой вот сегодня максимально предельно честным и вот убрать всю эту мишуру перейти сразу кексу спокойно не просто так спокойно не просто так я у меня есть значит открытка с хабаровском открытка с хабаровском вот я кладу и сюда этот к открытку с хабаровском и ты смотри вот только не торопись не надо мне кричать я не проститутка и так далее вот смотри я потрачу деньги на ресторан на кальян на подарочек возможно в ресторане будет отвратительная еда кальяном мы там тоже может не кайф о нем он там будет какой-нибудь плохой подарок тебе может его ты вот возьмешь у тебя будет время подумать и купишь себе сама все что хочешь то есть ты берешь этот эти 5000 и идешь себе покупаешь все что хочешь что я куплю начнем с того на 5000 два бака бензина можно купить у меня нет машины ты знаешь сколько стоит маникюр сколько стоит реснички сколько стоит брови я не делаю ну примерно я ориентирует ну хорошо на брови то хватит здесь не надо мне твоих денег ты чего прикалываешься что ли ну подожди а то есть хочешь без денег поехать я готов сэкономить 5000 мы можем просто вместе провести время не хочу а что такого то ну я разве не убедителен в этой части может быть ну как бы мне кажется маловато маловато конечно ты думаешь парни тратит на первое свидание около пяти тысяч нет смотри ну хорошо вот предположим обычно свидание обходится в десятку вот смотри десятка но мы же время экономим правильно а если мы экономим время то мы должны сэкономить часть денег поэтому я сразу тебе даю пятерик хорошо 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 я понял тебя я понял давай 7000 рублей вот ну подожди блин я смотри я просто послушай я же не услугу типа покупаю проституты это не про это я хочу тебя порадовать 5000 ты говоришь меня не порадует я говорю хорошо хрен с ним 7000 тебя порадуют вот прямо сейчас я даю 7000 больше давать больше мне кажется 7500 нормально 7600 нет как мульт погоди мы еще так быстро не я не перескочил я пока 7500 только говорю 7500 тоже не пойдет конечно сколько я собиралась вообще а ты пришел в таком виде я даже после работы я успела и накраситься довести себя в порядок я готовилась долго до 8000 рублей 8000 рублей ты пойми мне еще надо будет подожди ты не забывай мне надо будет еще мы ко мне не поедем не надо будет за отель заплатить за три часа это минимум полторашка будет понимаешь что а то что я три часа там мне делать скажи мне я с тебе только что анекдот рассказал не просто так меня хватит на три с половиной минуты может быть еще мы три часа там будем сидеть лежать в кроссворды разгадывать что ли блин полторы тысячи рублей ну хорошо давай уложимся вот в десятку не тебе не мне значит полтора в десять тысяч полторашку убираем на отель 10 8 500 надо бухать не будем 8 500 мы ты заверешь себе и купишься вы попьем вина насколько дорогого я не знаю чтобы нет выходи в ленте я сейчас видел там кайта распродажу по 389 рублей есть крымское вино ты издеваешься что нет ну крымская крым крым хороший стал там вы туда сделали мост тела попить его в ресторане зачем я могу купить сама себе вино в принципе я дожди нормально подожди дожди ну во первых во первых если мы пошли в ресторан если машин ресторан у меня есть отработанная схема значит мы берем пакет только не из магазина такой чтобы писать и кладем туда бутылку вина приходим ресторан просим столик в углу особо не видно было вот и соответственно по очереди выходим в туалет и из бутылки какой-то какой смотри чё горячь почему я жмот это экономия нормально как не воспринимать хорошо скажи мне сколько нужно тебе денег вот мне просто вот ну скажи сколько мне даже интересно вот скажи сколько тебе нужно денег чисто гипотетически к примеру примеру ну ну может быть девушки бы хотели ну ну наверное от 50 от 50 от 50 чего тысяч от 50 косарей 50 косарей да и ты в руках держалок они 50 косарей конечно конечно держала ты знаешь что что я за 50 косарей сделаю я пол европы трахнул за 50 косарей пол европы вместе с приезжими я отвечаю за 50 косарей ты чё мать пятьдесят тысяч рублей 50 я поняла наверное эти трах и хорошо а мы с тобой прощаемся всего хорошего тебе давай 9000 в былые времена за 5000 рублей я помню девушки такое делали правда это было в 2002 году и тогда зарплата была 7000 рублей ладно 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 вот так нынче люди разбрасываются деньгами понимаете вот так вот нынче 50 косарь 50 тысяч 50 тысяч рублей да я не найдется такого автомобиля в которой влезут все женщины которые готовы со мной на кекс за 50 тысяч рублей просто не найдется наверное 50 тысяч рублей за 50 тысяч рублей может быть я и сам бы не против но мне не предлагают а вам предлагали какие-нибудь космические бабки расскажите пожалуйста или кто-то готов заплатить больше за вот это дело а напишите-ка очень интересно очень интересно а и и и и и